привет друзья с вами снова мы академия кутюрной вышивки и сегодня наша серия посвящена продолжаем точнее посвящать нашу серию сериалу игры престолов и следующая эмблема который мы с вами будем делать это эмблема дома аренов но не совсем традиционная эмблема мы брали естественно вышивки все из самого сериала рассматривали костюмы элементы вышивок у кого где что находится интересное на потому что некоторые вышивки убрали секторально скажем так чтобы не делать все полотно и эту вышивку мы делали из платья супруги главы дома да если вы помните вышивкой могу вам показать она у нас пока еще в процессе отшива вот мы делали вот такую вот птицу с различными объемными элементами от себя могу сказать что на самом деле идея когда вот этого повторения именно вышивок из игры престолов дала нам скажем так импульс к изучению новых вышивальных техник потому что очень многое что здесь мы использовали мы в принципе своей работе никогда не использовали просто потому что за ненадобностью до определенной и когда мы стали повторять вот эти работы огромное количество новых интересных техник мы уже узнали пытаясь не скопировать да наверное пытаясь повторить по мотивам те вышивки которые мы видели в сериале то что на самом деле сложно достаточно скопировать там такое нагромождение всего разного и мы естественно могли только догадываться что где могло быть использовано какие материалы могли быть использованы и исходя из того что есть у нас на текущий момент на рынке материалов да и в россии за границей исходя из этого мы выбирали что может быть более-менее похоже ли что на что можно заменить использовать и как-то обыграть вот и опять же очень многие элементы мы естественно тоже до многих элементов доходили сами как они сделаны на технически поэтому могу сказать что наверное на сегодняшний день вот эти вышивки именно игры престолов наверное одни самых сложных и одни из самых технически и технически да наверное правильно будет технически наполненных потому что такого количества элементов я в принципе давно уже не видела и когда я все эти ролики озвучивала и просматривали мы все эти образцы вышивок понимала что например очень многое я сама я вроде как это знала да она никогда не использовала но просто то что опять же в голову не приходило вот и изначально опять же когда мы все это просматривали казалось что все это достаточно просто да ну когда видишь готова работа я думаю что же вы сейчас смотрите и думать чем она там где да что там сложного тут в общем-то тут стоит стоит студ бусинки шнуры как бы все более на непонятно но когда вы начинаете разбирать это все на части потому что птица например она объемная и в самой вышивке когда мы смотрели работы там был сохранен вот этот элемент пропорций который я например очень люблю и в своих вышивку делать когда то что ближе к вам она больше да то что дальше от вас она более плоская чтобы создать вот этот эффект пропорциональности пространства чтобы не оказалось что все плоское хотя на самом деле средневековые вышивки ну не вышивки наверное да правильно будет где средневековые полотные картины вы к вышивкам меньше относятся они плоские в том плане что вы в эти времена если мы говорим о той же игре престолов это 14 15 наверное может быть начало 13 век может быть чуть захвачены если там историю больше смотреть то на тот момент еще как таково понятие пропорций но особенно к раннему средневековью его не было и вы и все картины если вы посмотрите они плоские в том плане что фигуры они все одного размера и даже если полагается человек находится дальше да он такой же размера как тот человек который находится ближе и вот здесь что мне понравилось вышивках к этому сериалу здесь все-таки пропорции соблюдены и поэтому они такие интересные так цепляют потому что оригинальные средневековые вышивки но они таким достаточно на мой взгляд немножко упрощенные немножко привитивные но просто все силу развития момент искусства если вы решите повторить вместе с нами эту вышивку птицы готовьтесь к тому что это займет у вас прилично количество времени где-то это 13-15 часов это только того времени которое мы показываем вам вышивального да то есть я предполагаю что все-таки вы будете чуть помедленнее работать но так как у нас просто уже было естественно отшит образец и на камеру мы снимали работу уже мы знали что где лежит вы все-таки в этом плане будете чуть помедленнее работать и данная вышивка подразумевает большое количество использование различных материалов наслоений всяких разных и в какой-то момент мы например даже воспользовались плоскогубцами просто для того чтобы вытаскивать иголку из всех настилов которые мы наделали но к сожалению как бы сам сама вышивка подразумевает вот такое вот нагромождение и так по инструментам здесь мы работаем только иголкой крючка здесь нет вообще и во первых потому что здесь очень много объемов да и нам крючком особо колоть нечего и во вторых просто потому что здесь сама вышивка не подразумевает использование крючка так как бисера пайеток по пайеток здесь нет вообще бисера здесь точечно где-то местами тут в основном работа с нитками шнурами настилами мы добавили немножко перьев искусственная кожа ну вот такие всякие интересные элементы то есть крючка здесь особо нет поэтому кто не владеет крючком можете радостно выдохнуть потому что здесь условий что надо обязательно знать основы крючка они здесь не нужны да здесь может в принципе работать любой человек то умеет вдеть нитку в иголку и кто в принципе чувствует в себе силы и желание сделать такой большой объемный проект мы конкретно эту вышивку делали на искусственном бархате причем бархат был с пропиткой потому что как я уже говорил в предыдущих роликах мы стараемся наши вышивки объемные особенно делать на какие-то изделия и сразу с прицелом на какое-то изделие поэтому естественно мы начинаем сразу думать если это носить да то как бы мало ли там чего испачкается как почистить в случае с данной вышивкой так как здесь мы используем перья и очень много всяких таких настильных материалов то здесь только сухая чистка щеткой поэтому мы использовали специальный искусственный бархат с пропиткой который с на которой не цепляется грязь то есть его можно просто почистить щеточка и грязь она сама отойдет но именно из-за этой пропитки ткань получилась очень плотная и ну вот вы с этим возникли сложности потому что чем больше мы делали настила да тем плотнее получалось ткань тем сложнее было колоть поэтому в принципе вы если будете делать вместе с нами вы можете использовать ткань помягче это хлопок хлопковый бархат можно к шелк и бархат но тяжело очень вышивка какой-то плотный хлопок плотный сатиновый хлопок можно даже использовать ну вот что то такое что не тянется шерсть например там может использовать хорошую хороший шерстяной кусок из которого например потом сошьете или жакет не за рисунку может как он шерстяной сделать вот поэтому обращайте внимание на плотность материала потому что в данной вышивке это вещь будет такая очень важная и по материалу с которым будем работать это вязальные нитки различные шерсть махер все что в принципе у вас есть доме не очень толстые нитки это фетр для настилов это бисер бисер бусин различных размеров и очень много всяких меланжево металлизированных ниток мы используем нитки модель и работаем в основном с нитками модель и просто потому что у них самый богатый ассортимент по цветам по фактурам по внешнему виду и в принципе сколько мы смотрели еще другие аналоги мы ничего такого не нашли ну в принципе модель нас более чем устраивает поэтому практически все вышивки металлизированные нитками это у нас нитки модель а также мы здесь задействуем немного перья ну так как мы делаем птицу да все теперь необходимо нитки мулине но и по мелочи всякие шнуры и прочие прочие всякие штуки бисер мы используем минимально пайеток у нас здесь нет поэтому это нами первая вышивка которая идет у нас полностью без пайеток материалов понадобится много всяких разных и в принципе я вам советую если вы на видео видите что-то не очень вам понятное вы можете заменить это что-то на то что есть у вас в арсенале да и таким образом попытаться это обыграть это если вы делаете самостоятельно если вы решите делать с нами да то как обычно мы все материалы для вас соберем предоставим ну что друзья подготовили мы с вами материалы как всегда нам для этого понадобится либо станок либо рама для вышивки ну либо если вы работаете в пальцах то очень большие пальца потому что как видите вышивка большая и мы с вами все это приготовили давайте теперь начнем вышивать итак друзья мы с вами приступаем к вышивке дома аренов италии это что интересный момент это не чисто символ дома аренов да это у нас с вами симбиоз двух домов аренов италии и мы сегодня с вами поговорим немножко об этом об этой стилистике об этом символизме и углубимся немного в историю миров игры игры престолов поговорим о народах корреляциях с нашей истории нашего мира где что похоже где где что отличается и в следующих роликах у нас будет такой несколько иной формат следующих роликах будет продолжение всей этой темы но стараемся сделать это все интересное привязано непосредственно к вышивкам и так вернемся к нашей эмблеме это вышивка с платья лизы арен которая наносила в сериале игры престолов да и интересно это вышивка тем что как я уже говорила это вышивка символизирует не только дом который за которой она вышла замуж для за человека из этого дома она вышла замуж но и элементы ее собственного дома из в котором она родилась это все очень похоже на появление эмблем и гербов в домах европы да но если мы к нашей истории нашего мира обращаемся когда если в дом приходил кто-то выше по статусу то герб добавлялся элемент этого пришлого дома чтобы показать и соседям и потомкам до в том числе что в наш дом пришел вот такой вот важный человек возможно богатый возможно какой-то политически очень интересный да и тем самым дом богател и приобретал определенный вес здесь скорее всего дело может быть не в том что пришел богатый дом хотя это тоже не исключает а в том чтобы показать взаимосвязь между домами опять же потому что люди которые люди средневековья да и нашего мира и мира игры престолов они читали всю эту все эмблемы и все гербы и понимали что откуда из чего растет и понимали какие дома с кем породнились и от кого что произошло но и опять же это понимая что в системе координат для них это было очень важно поэтому в нашем случае мы здесь видим на эмблеме птицу да это орел который прошу прощения орел сокол это сокол который является эмблемой дома аренов сокол на полумесяце причем соколы полумесяц на голубом фоне и вокруг них их дополняет рыба да естественно так как орел у нас наш сокол это элемент дома супруга а муж у нас глава семьи то естественно он занимает центральную позицию эмблемы и первое на что попадает взгляд у нас это именно на птицу рыба она находится по краям эмблемы и как говорится жена идет за мужем да то есть вот сим сим так символист символы они вот вот так расположены происхождение этих двух гербов идет от если по аренам то понятно по определенной легенде когда глава основатель рода приземлился на белом соколе на скале и победил короля грифона это скалы и соответственно забрал эту и скалу и долину расположенную вокруг себе во власти стал там управлять руководить то вот этот сокол на котором он прилетел он стал символом его дома то стали немножко все сложнее как таковой идеи почему появилась рыба не прописано но скорее всего это происходит от географического положения само самих земель рода когда стали владеют богатыми обширными землями полными рыбы рек и соответственно рыбы и скорее всего поэтому рыба как символ дома но и в том числе еще если исходить из символов то рыба является элементом богатства и плодородия что тоже не исключает наличие богатства плодородия до у дома то ли то есть таким образом показать что земли наши богаты и обильные дочери наши в общем-то производит много сыновей ну вот на таком символическом уровне опять же если мы с вами теперь вернемся к общей картине игр престолов то давайте рассмотрим вообще откуда ноги растут у каждых из народов до откуда джордж марсин брал вдохновение какие народы его мира можно сравнить с народами нашего мира нашего европейского мира европейской истории и посмотреть где они похожи где они отличаются если говорить о самом вестеросе да это место где происходит основные действия первых книг то считается что вестерос это карта великобритании нашей современной с в том числе с ирландии просто перевернутой с ног на голову да и если посмотреть о береговой линии великобритании то она полностью совпадает с картой вестероса который печатают обычно в книгах на то есть но и что в общем то логично потому что джордж мартин сам по себе англичанин а мы с вами знаем что англичане они очень и очень гордятся своей истории да и вполне заслуженно и поэтому в общем то вы не встретите ни одного англичана который бы не гордился тем той страной тем местом где он родился том числе если посмотреть на современную карту великобритании то мы с вами там же найдем в том же месте на стену адриана который является прообразом великой стены из игры престолов в том числе джордж мартин тоже этого не отрицает и соглашается что она послужила прообразом и функция стены адриана была такой же как и у игры престолов охранять земли от чужаков да ну чужаки были не такие страшные инфернальные вполне себе конкретные от набегов вот и если мы посмотрим народы которые населяли земли вокруг стены то их можно сравнить с обитателями германских земель и англосаксонских королевств да ну то есть в принципе те же самые англосаксы которые жили или англичане да может современные уже не совсем чисто англосаксы отличаются жители северных королевств прямолинейностью бесхитростностью гордым и свободолюбивым нравом правитель строк но справедлив замок его также аскетичен как и жилище его подданных быту уклад жизни северян целом соответствует специфике климата и довольно суровых условий жизни следующий жители у нас сами жители железных островов и их можно с ними можно провести параллели с нашими викингами которые жили тоже от похода к походу от грабежа к грабежу и жители железных островов практически ничего не производят и не возделывают почву на то есть они не не земли пашки они исключительно воины что в общем-то отражено в их дивизии правящего дома мы не сеем и основной способ добывания средств существования это единственное занятие на железных островах это набеги на зеленой земли да и в общем то это единственное что считалось достойным что больше ничем мужчина не мог заниматься чтобы его уважали при этом точно так же как у викингов тактика железно рожденных была быстро напасть с морю схватить добычу скрыться столица семи королевств это королевская гавань располагается в цветущей богатой области напоминающей средиземноморье это центр политической религиозной культурной жизни который противоставляется варварскому неотесанному северу да ну то есть опять же в нашей истории нашего мира то же самое да юг он более процветающий север он более дикий если мы будем смотреть раннюю историю однако вся культура образованности мода сосредоточена в основном стенах красного замка королевской резиденции за пределами замка же наряду с парой респектабельных улиц располагается лабиринт узких грязных и опасных подворотен полных сомнительных личностей и прочего сброда благородное общество по большей части обитает в замке практически никогда не ходит по городу всяком случае открыто самой же книги они неоднократно упоминается что столица очень ну смерди да очень пахнет словом королевская гавань это типичный крупный средневековый город без прикрас опять же если мы с вами обратимся к описанию например того же рима если вы когда-то сталкивались описание рима и римских улиц 14 15 века то увидим много общего с королевской гавани да тоже есть центральный дворец которым сосредоточена жизнь да в данном случае с римом это папа римский и все вокруг в развалинах каких-то жутких камнях узкие улицы куча народа который копошится в грязи то есть если вот почитать воспоминания современников тех времен то вот в общем то очень похоже и есть противоположность вестеросу это континент эсос опять же если сравнивать с нашим миром это запад и восток вестерос это запад эсос это восток и восток то есть континент эсос противопоставляет западу представляет совершенно другой мир с другой культурой и ценностями опять же если в наши реалии переводить то население правителей эсоса демонстрирует своего рода смесь арабской персидской индийской культуры им свойственно лукавство и интриги но совершенно другого порядка нежели в эстеросе здесь можно встретить такие необычные личности как колдуны шарлатаны иллюзионисты фокусники что в общем то мы видим в арабских сказках часто да то есть такая магическая атмосфера появляется непонятная ну нам да как европейским например да представителям но при этом абсолютно понятная жителям тех регионов и тех мест которые с этим выросли при всей утонченности востока какой она видится западному человеку некоторые обычаи его жители кажутся варварскими попирающими важнейшие ценности опять же здесь пойдут аналогии востока западом исходя из ранний раннего средневековья да и принцип средневековья стройся запрещено рабовладение только викинги то есть наши с вами железные рожденные захватывали рабов в эсосе же рабы составляет огромную часть населения и это воспринимается как бы нормальный элемент жизни а скопление в эстеросе воспринимается как нечто чрезвычайное и происходит приходит в голову только самым извращенным безумцем однако же в эсосе является обыденной практикой и в астопоре одном из восточных городов существует целая армия рабов-евнухов войска безупречных до которые никого не удивляю не вызывают удивление при этом опять же мы чуть позже с вами об этом поговорим на тему того насколько реально бы такое войско могло существовать если проводить аналогично с европейской истории да и был ли смысл в принципе в создании такого войска и если пересматривать нашу историю ну то есть от просто пытались люди которые писали статьи исследования делали пытались найти аналоги и понять как бы зачем это было придумано из какой цели и может могло ли это на самом деле существовать там такой интересный исследование как византии так и в исламском мире существовало количество явных а также было весьма значительно да то есть это противопоставление нашему миру со сказочным миром и также в эсосе явнохами становились отнюдь не по своей воле в основном это были рабы да если мы обратимся к истории нашего мира то большое количество явнохов присутствовал в турции да я думаю что османской империи многие знают и естественно рабами в евнохами могли становиться только не мусульмане изначально рожденные да все расы которые все религии которые не не исповедовали ислам и после того как они лишались своих достоинств они принимали ислам потому что иначе они не могли бы существовать это те кто выжили да и все евнохи они все были либо бывшие рабы либо самостоятельно решившиеся на скопления но никогда не были изначально мусульманами некогда в эсосе существовало великое государство валерия доминировавшие в культурном и военном плане от него осталось девять вольных городов хорошие дороги древние свитки высокотехнологичное оружие из валерийской стали все это навевает мыслям о римской империи византии так как сама карта эсоса чрезвычайно напоминает очертания современной турции то есть как эти общие аналогии в описании даже народов очень сильно соседствуют с представлениями о народах которые населяли европу и восток до тех времен если мы будем соотносить года там начало раннее средневековье и 13 14 век и дальше в следующей серии другие посвящены другим вышивкам мы с вами посмотрим какие-то отдельные уже исторические этапы которые происходили в игре престолов и происходили в нашей европейской истории так ну что друзья мы с вами закончили у всех получились я надеюсь получилось шикарная вышивка да как я говорила мы свою будем оформлять в жакет так как мы вышивали на прокол то естественно жакета будет подкладка я собрала его просто пока на живую нитку чтобы посмотреть как как что сидит как что выглядит где-то что-то может быть укоротить сделать поэтому пока вот он такой неприглядный но тем не менее как видите вышивка большая на своем получил занимает целую спинку вот вот такая красивая работа вышла я надеюсь что вы получили удовольствие от этой работы потому что она наверное на данный момент одна из самых сложных интересных в плане техник материалов и в принципе конечного результата вы для себя набрали много всякого интересного и нового потому что я думаю что тоже многие вещи вы как и мы не использовали до этого и не применяли хотя я думаю что много из этого вам знакомые вы знали и опять же для тех кто просмотрел видео понял что ничего не понял и я охотно в это верю потому что видео к данной птице она объемная большой там много чего разного интересного вы можете у нас на сайте приобрести комплект материалов и видеокурс к этому к этой вышивке который вы сможете спокойно посмотреть на нашем нашей учебной платформе там естественно все это в адекватной скорости все это можно просматривать перематывать задавать вопросы естественно мне потому что я естественно вам подсказываю помогаю и опять же если вы загорелись идея создать такую вышивку то вот с помощью нашего мастера мастер видео до мастер урока вы сберетесь сможете повторить и какие-то элементы я уверена взять себе на будущее для каких-то своих вышивок интересно ну что друзья спасибо вам за внимание за то что вы были вместе с нами подписывайтесь на наш канал я думаю впереди у вас много всякого интересного у нас с вами будет на этом канале ставьте лайки пишите комментарии позитивно негативно пишите чтобы вы еще хотели увидеть на нашем канале если из той же игры престолов то чьи например элементы чьи работы интересные вам бы хотелось увидеть и ждем вас на наших следующих видео до новых встреч